Привет, друг! Если ты перед этим роликом увидел мою рекламу, то не покупай эти курсы, это все хер собаки. Эммм, кажется какой-то сбой. Привет, друг, ты на канале JoyCenters, меня зовут Джон Кармилицин, и это 42-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Друзья, я надеюсь, вы меня простите, потому что я проболел целую неделю и сейчас буду немного хрипеть. В этом выпуске расскажем о технологии реал-тайм захвата кистей рук, Digital Domain представили Deepfakey, плагин Human Generator для Blender, Virtu Camera для анимации камеры в 3D-пакете и Audi запустила Creative Lab. Но для начала подведем итоги конкурса, который запустили в 40-м CG-выпуске. Совместно с Kintools разыграли два ключа FaceBuilder для тех, кто еще не пользовался софтом. FaceBuilder – это плагин для Blender и Nuke, который позволяет создавать 3D-модели головы и лица на основе нескольких фотографий. Итак, перед вами два победителя в поле чудес, если узнали себя здесь, пишите мне в личку Телеграма, вручу вам призы. Отдельно обработку результатов залили в наш Телеграм-канал, ссылочка в описании, она уже там. И еще, совместно с Бучарой мы подготовили свой крипто-арт, который продадим на Foundation. Потратили достаточное количество времени на реализацию самих шотов, музыки и концепции в целом. Чуть позже отдельным видео сделаем выпуск про то, что это такое, что у нас получилось и как. Очень многие в комментариях задавали вопросы вообще, что такое NFT. Поддержи наш проект репостом в Твиттере. В жизни не занимался подобным видом деятельности. Если продадим, это будет супероткровение для меня. Отдельный пост уже лежит в Ютуб-сообществе, в Телеграм-канале и в ВК-группе. Ссылку оставил в описании прямо в самом верху. Если все получится, а все получится, мы обязательно расскажем, что сделали до мелочей. Поэтому ставь колокол, чтобы не пропустить. В середине прошлой недели вышла новая версия Redshift 3.041. Сборка включает плагины для Cinema 4D, Maya, 3ds Max, Houdini, Katana, SoftImage и Blender. Все они получили исправление ошибок. В Maya входные данные шейдера типа FileName теперь используют улучшенные элементы управления графическим интерфейсом. В 3ds Max RS-OCL шейдер устарел и будет заменен на RS-OCL Map. Теперь новая сборка совместима с Houdini 18.5.499. Ну и помимо этого прекратили поддержку некоторых прошлых версий Houdini. Каких именно? Ну смотри на официальном форуме. Там же есть отдельные ветки для просмотра ошибок, которые встречаются в софте. Чтобы не искать, ссылочка в описании. Поделимся с вами крутой технологией реал-тайм захвата кистей рук с помощью обычной камеры. Сервис CPTR.Tech основан на безмаркерном захвате с использованием машинного обучения, но и не требует дорогостоящего оборудования. Просто показываешь ей видео с камерой или из файла и видишь анимацию в софте. Ребята с момента запуска уже успели познакомиться с разными крутыми специалистами CD Projekt Red и Blizzard, создателями Стражей Галактики, ну и еще многими крутыми инди-командами. Недавно они выиграли поддержку NVIDIA Inception и Amazon Web Service. В ближайших планах стоит повышение точности, то есть снижение ошибок, и запуск плагинов для Unreal, Unity, Maya и других. Чтобы опробовать захват рук в реальном времени, можно воспользоваться пробной бесплатной версией. Ссылочку оставили в описании. Русская команда разработчиков хочет получить максимальный фидбэк от вас. Разработка очень свежая. Мы уже пообщались со специалистами, и они очень ждут вашего фидбэка. Оставляй комментарий, если вам интересна технология, то в следующем выпуске мы разыграем ключи. Недавно вышло обновление NUC 13 версии. Из нововведений это расширенная система вывода монитора, которая привнесла новый элемент управления преобразованием вывода и поддержку плавающего окна NUC Studio. Также теперь можно изменять разрешение на разных мониторах. Включили поддержку Hydro 3D Viewport. Еще в 13 сборке появился новый набор инструментов машинного обучения с нодами Copycat и Inference. Первая обучает нейронные сети автоматически выполнять задачи, а вторая уже запускает эти нейронные сети, созданные Copycat. Внедрили ноду Upscale, которая изменяет размер отцентного материала в два раза и является альтернативой TV iScale. Добавили ноду DeBlur для удаления размытия в движении из отснятого материала. Встроили Python 3.7.7, который, кстати, Кентулс будет поддерживать в скором времени. Поддержка Python 2 больше не будет доступна. И да, Кентулс 20.21.2 с поддержкой NUC 13 уже на подходе. В целом NUC 13 стал на 10% быстрее NUC 12.2. Детали релиза в описании. Digital Domain представили дипфейки, созданные с помощью рендера глубокого обучения Шарлатан. В этом примере разработчики перенесли характеристики лица одного человека совершенно другому. Все это легко прикрепив его к телу заместителя. И, как видите, становится все труднее и труднее определить, кто из них настоящий. Только присмотритесь и сравните, что было два года назад и сейчас становится даже немного страшновато. Наверное. А может быть мне не придется вести блог, и я посажу какого-нибудь другого человека, и вы будете думать, что это я. Ха-ха. Вышел плагин Human Generator для Blender, сильно напоминающий разработку эпиков. В Human Generator имеется несколько пресетов для создания полноценного персонажа, и все работает в реалтайм. А отметим, что шейдер волос пока не работает в Иви. Еще иногда из-за большого разнообразия пропорций тела одежда может проходить сквозь другую. Разработчики сообщают, что это решается вручную. Стоимость плагина начинается от 68 долларов. И да, если будешь использовать в коммерческом проекте, то разработчики просят предоставить партнерскую ссылку. Ну это вроде как не сложно. Больше информации найдешь по ссылочке в описании. Состоялся релиз Flow Map Painter, еще один аддон для Blender. Дополнение позволяет рисовать и редактировать флоу-мапы в реалтайм. Имеет специальный набор кистей, поддерживает 2D Image Editor и 3D Viewport. И он бесплатный, загрузить можно на Gumroad, ссылочка в описании. Там же найдешь рекомендацию по использованию аддона Дерзай. Unity представили несколько новых функций в Unity Mars. Этот инструмент, ускоряющий создание AR, является надстройкой над AR Foundation. Новые фичи находятся в разработке, но их уже можно протестировать. Первое – это трекинг тела. В Unity Mars теперь можно легко описать, как именно виртуальный контент будет прикрепляться и взаимодействовать с человеческим телом. Второе – это контент-менеджер с различными ассетами. Третье – это Mars Companion App, которая позволяет сканировать реальное окружение с помощью телефона, ну и передавать данные в редактор Unity для последующих тестов. Подробнее по ссылочке в описании. Знаете, ребята, Unity – это, наверное, самая такая программа, где сложно доставать какие-либо новости, потому что все написано супер заумным языком. Мы в Unity не сидим, поэтому если есть какие-то люди, которые соображают в этой теме, напишите нам, пожалуйста, нам очень необходима ваша помощь. Спасибо большое. Axiom Solver для Houdini получил обновление до пятой версии. Для тех, кто не знаком с этим инструментом, эта программа предназначена для сложных симуляций огня и дыма и является альтернативой Spare Spire Solver в Houdini. Axiom включает поддержку Windows, macOS и Linux. Последняя сборка содержит не так много новых функций. В основном выпуск сосредоточен на улучшении производительности и стабильности. Из нововведений эта гравитация теперь может влиять на топливо. Axiom Source Shape теперь распознает преобразование самой формы. Ну да, ссылочка в описании. В сети обсуждают реалистичные рендеры девушки. При помощи специфических ракурсов, окружения и освещения художнику удалось добиться интересного эффекта. Рендеры выглядят как настоящие фотографии, сделанные на старую камеру. Художник использовал настроенную модель DAS, морфы и текстуры, а также ряд ассетов Blender Kit. Рендер произведен в Blender Cycles. От себя скажу, что если хотите достичь такого эффекта, ну несмотря на материалы, старайтесь пересвечивать передние участки для появления бликов на лице и на волосах. Когда картинка кажется уже достаточно реалистичной, контраст переднего фона с задним дает дополнительный эффект. Такие дела. Студенты из Швеции создали трекеры StoneX для SteamVR, которые умеют отслеживать движение тела пользователя в VR и при этом стоят значительно дешевле оригинальной системы. Трекеры HTC Vive стоят порядка 99 долларов за штуку. Для отслеживания всего тела обычно используют три трекера, плюс базовые станции SteamVR. Таким образом, полноценный комплект обойдется выше 100 долларов. В то время как комплект StoneX по предварительному заказу стоит примерно 80 долларов. В комплекте четыре трекера и маяк для подключения к компьютеру. Ссылочку на официальный сайт оставили в описании. Мобильное приложение Virtu Camera получило обновление. Virtu Camera используется для анимации камеры в 3D-пакете. Последняя сборка 1.4.1 теперь помимо поддержки Maya включает и Blender. Плагин имеет открытый исходный код, скачать можно в App Store. Работает он следующим образом. Перемещая телефон в любом направлении, приложение фиксирует движение и мгновенно отправляет его по Wi-Fi на камеру в 3D-программу. Просматривать и управлять своей сценой можно через приложение в реальном времени. Ссылку оставили в описании. Клоуметрика и Репликэнд запустили AR-приложение для примерки одежды. Ну и выглядит это пока, мягко говоря, плохо. Да, сделать примерку в реалтайм – одна из непростых задач. Возможно, подобные тестовые запуски в скором времени приведут к более точному трекингу и визуальному отображению. Еще в 2010 или 2014 году такие же эксперименты проводила Microsoft с помощью Kinect. И это выглядело точно так же плохо. Ссылочку оставили в описании, и приложение можно скачать в App Store. Ауди запустила Creative Lab. Как описано на сайте, это школа контента, где можно научиться создавать профессиональный контент и делать это вместе с Ауди. В качестве наставника выбрали лучших блогеров. Выполняя задания, можно стать амбассадором бренда Ауди. Ну и выиграть призики. Или призы? Окей. Приз этого сезона – экшн-камера GoPro Hero 9. Чтобы дойти до финала, необходимо выполнить все задания сезона. Rally Studio отсняли 90-секундное видео одним планом, используя кадры с дрона. Отснятый материал занял около двух часов, так как команде пришлось сделать 10-12 попыток, прежде чем получить идеальный дубль. Подобные работы сложно выполнить, ведь одна ошибка приводит к тому, что все придется снимать заново, а не просто переснимать какую-либо сцену. Тот самый режиссер Джеймс Ганн, увидев это, предложил команде поучаствовать в съемках третьей части «Стражей Галактики». Ли Ункрич, который был режиссером Коко из Pixar, сказал, что это самое удивительное, что он когда-либо видел. Digital Nation Entertainment представлен... А, в смысле, показали ДНЕ Плейсайт, где в браузере сочетается волюметрик видео и виртуальная среда. ДНЕ исследует использование волюметрик видео, то есть технологию видеозахвата в создании активных и реалистичных краунд-сцен. С помощью нее можно поместить вашу голограмму в любое 3D-пространство. Данных о применении в массовом масштабе пока не нашли. Многие в прошлых новостных выпусках спрашивали, что же такое криптоарт и NFT. Это уже целое направление, развитие которого неизбежно. Тема не новая, но настоящий бум произошел недавно. Криптоарт – это цифровое искусство, выставленное на продажу. Оценивается так же, как и физическое искусство. Наверняка задаетесь вопросом, кто скупает цифровые арты. Так вот это обычные люди, которые хотят поддержать художников. А вот что из всего этого зайдет коллекционерам, именно коллекционерам не всегда предугадаешь. NFT-комьюнити развивается стремительно, и это сплоченное сообщество. Хочешь не хочешь, теперь придется со всем этим ознакомиться. Ну, потому что это будущее. Если говорить о искусстве, ну, многие просто ловят хайп на всей этой движухе. Выигрыши и площадки, и коллекционеры, и продавцы. Не берусь говорить, что там мало художников, но там очень много продавцов. Мне эта тема нравится из-за сообщества. Если у меня появятся какие-то реально шикарные картины, я обязательно выложу их в свой аккаунт. Это будут либо еще коллаборации, либо что-то действительно стоящее. Просто что-то кидать, потому что это какой-то маркетинг, мне не очень хочется. Я хочу, чтобы моя страничка была такая же коллекционная, как и у самих коллекционеров. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк. Не болейте. Пожалуйста, не болейте. Это кошмар конкретный. Я заразился каким-то дичайшим вирусом на неделю. Такого, блин, никогда не было. Поэтому обнимаю всех в маске, и до новых встреч.